Иннокентий Зыгов один из немногих игроков Енисея, кто остался в Красноярске и не уехал в отпуск. Но на это есть и свои причины. В ответ на матч с французским Бривом игрок получил небольшое повреждение лодыжки. Так что сейчас вместо пляжей у него в расписании медицинские процедуры. Схватки, скажем так, специфика, небольшой такой неприятный момент произошел. Сейчас прохожу обследование, ждем результата. Жить буду. В том матче Енисей уступил 38-18. Вслед за Иннокентием игру также недоиграл и Улдис Саулите. А постоянные нарушения со стороны красноярцев стали отличным способом набора очков для французов. Где-то негатив со стороны судейства, может быть, на нас давил. Где-то мы, может, не умеем адаптироваться под то европейское судейство. Но вот очень большое количество штрафных. Порядка 20 очков у Брива нам привез бьющий их 15 номер. В результате после двух матчей с Бривом Енисей потерял лидерство в группе. Теперь у команды остается два матча на выезде. В Англии и у Эльси. А если учитывать, что в России Драгонс и Вустерс проиграли, у себя дома команда сделает все, чтобы наказать своего обидчика. Хоть сам Иннокентий Зыков и не сможет принять участие в январских матчах. Со слов «Столба клуба» Енисей будет готов к битве на Туманном Альбионе. Так что желание выйти из группы никуда не пропало. Почему нет? В этом году команда уже психологически готова. Просто свой брак надо убрать. И матчи будут и счета будут намного ровнее, и матчи будут намного ровнее. В отличие от Енисея, Красный Яр уходит в отпуск с легкой головой. Команда-дебютант Еврокубка, одержав 4 победы в квалификации над сильнейшими клубами Испании, Германии и Италии, обеспечила себе дальнейшую борьбу за попадание в основную сетку турнира. Нельзя сказать, что это низкий уровень европейского регби или российского регби сильный. В дальнейшем попадание, например, в тот же Челлендж Кап прекрасно мы видим, что можно играть и нужно даже играть с европейскими грандами. До реализации своей мечты Белозеленым остается всего лишь один шаг. Весной 4 команды разыграют 2 путевки в групповой этап Еврочелленджа следующего года. Это итальянский Мальяна, Тимошуара из Румынии, Красный Яр и Енисея СТМ. По предварительному жеребию красноярские команды не должны встретиться в плей-офф квалификации. Но учитывая все вытекающие проблемы с перелетами в Сибирь, не исключено, что рыбийные европейские чиновники переиграют и столкнут лбами сильнейшие клубы нашей страны. Плюс в этой ситуации только один. Тогда мы точно увидим российскую команду во втором по силе европейском турнире. Антон Соркин, Дмитрий Яковлев, Марк Степанов, Афонтова новости.